Сегодня тема, которую мы проходим или об основах веры, или изучаем, это о Царстве Небесном, о новом небе, новой земле, которые будут на этой земле. И есть множество рассуждений, множество песен, мы ожидаем нового неба или новой земли, кто-то уже хочет на небо, или кто-то еще хочет переместиться как можно быстрее, чтобы это время настало. И действительно есть такие места, которые написаны, ну почему же все так происходит, почему сегодня существует болезнь, смерть, почему земля, она в таком состоянии. Ведь мы же знаем, когда вначале сотворил Бог небо и землю, все было весьма прекрасно. Это Бытие, первая глава, 31 стих, написано так, что «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо, весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». То есть шестой день творения, когда Бог закончил творить и созидать перед Нем субботним, здесь написано, что все, что Он, когда Он все, что Он увидел, оно было весьма хорошо. Но сегодня множество раз нам задают вопросы, почему же смерть, почему же погибает, почему люди болеют, почему столько как бы несправедливости, еще что-то происходит. Мы знаем, что грех, он вошел в эту жизнь и вошел посредством одного человека, Адама. И когда грех вошел на эту землю или в нашу жизнь, в Торксе, пришли очень много проблем, болезней, неустройства, которые мы сегодня видим вместе с вами. Я хочу почитать послание римлянам, пятой главе. Есть одно место, где апостол Павел комментирует то, что произошло с человеком, или описано в книге Бытие. И пятая глава, я читаю с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нету закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Интересно, что как бы вот это начало или то сравнение, которое мы видим здесь, здесь, что смерть, она вошла, вошла в жизнь людей, человек стал смертным. И когда Адам приступил или вкусил от этого плода вместе с Евой, то нечто изменилось, много что на этой земле изменилось. И есть несколько, как бы сказать, стихов, которые описывают то, что Бог сказал, например, Еве, это Бытие, 3 глава, я читаю 16 стих. «Жене сказал, умножай множу скорбь твою в беременности твоей, и болезни будешь рождать детей, и мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». И другое, так же самое, как Бог сказал Адаму, сказал, «за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, в котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчься произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Интересный приговор, да? И мы, насколько бы человек не был духовен, сегодня, или как бы, мы смотрим, что вот это определение, которое пошло буквально с самого начала само зарождение этой земли, творение, когда сатана обольстил, обманул человека, и человек согрешил, человек упал. И вот этот грех, смерть, болезни, горе, боль, множество вещей, которые вошли в эту жизнь, что почему так оно происходит, да? И есть даже, мы знаем, что был такой человек Божий Елисей, пророк Божий, он делал много чудес. Написано, что когда его похоронили, и помните, одна процессия шла, что люди увидели, что идут враги, они в ближайшее место положили этого умершего, и он коснулся только кости Елисея и ожил. Человек, ну, не воскрес, или воскрес, но ожил человек. Как бы мы видим, что насколько, как бы сказать, сила Божия была даже по смерти, как бы сказать, засвидетельствовала о его жизни, о его хождении. И однако же в 4 книге «Царств» там написано, и заболел он, Елисей заболел болезнью, от которой впоследствии и умер. То здесь, как бы, все равно приходит какой-то предел, какой-то конец, какое-то измерение или ограничение в жизни человека. И вот, как мы это назовем, проклятие, беда или еще что-то такое, оно пришло на эту землю, то есть жизнь, и мы живем под, мы находимся под этим, как бы сказать, мы живем под этим, рождаются дети, человек рождается на какой-то, на боль, на страдания, он должен пройти эти боль, страдания, многие переживания на этой земле. Но в Библии она говорит не только об этом, что так же и сама земля, потому что не просто, когда люди начинают грешить, приступать по велению Божьей, отступают от Бога или еще что-то такое, потому что, ну, что человеку терять, да, как бы сказать, все, жизнь ограничена, берет жизни все. И вот в Библии есть, в бытие, описывается в шестой главе, когда земля наполнилась беззакониями людей. Вот как чаша наполняется чем-то, допустим, вот точно так же эта земля, она наполнилась, потому что люди, которые жили на земле, они делали очень плохо, поступали очень нехорошо. И здесь есть так написано, это я буду читать с 5 стиха. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Интересно, да, что как Господу было неприятно. Вот это устройство с самого начала, как оно было заложено в самом основании, вот это весьма хорошо. И когда грех, смерть вошли в жизнь, как бы сказать, в этот мир, то мы видим, насколько, как бы сказать, человек начал просто падать, уходить, уходить, и уходить от Бога. И далее мы читаем, что в этой же самой главе с 13 стиха, «И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицом Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с лица земли». И далее Бог говорит, что не просто, что как бы сказать, Бог определил, то есть приходит суд Божий опять же на эту же самую землю. То есть Бог определяет, ставит точку, точку вот этому поколению, людям, которые жили в том времени. И Он ставит точку особым образом, что Он определяет конец, но Он предупреждает Ноя, говорит, что ты же возьми свою семью, сделай себе ковчег и другие приготовления. Мы также читаем, что в следующей главе, в седьмой главе описывается сам потоп, что на эту землю действительно прошло сколько лет, сто лет, написано, Он строил ковчег Ной. Сто лет прошло, или сколько времени было еще дано людям возможность обратиться, покаяться или изменить свою жизнь. Но мы видим, что все равно вот это определение Бога об этой земле, о людях, о животных, о гадах, о всем, что было на этой земле, оно свершилось по Божьему слову. Но Ной же обрел благодать перед Господом. И вот седьмая глава, 23 стих, есть так написано, что «Все, что имело дыхание жизни в ноздрях своих, на суше умерло, истребило всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Все истребило земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». Мы видим, что вот так произошло изменение или обновление этой земли. Бог очистил землю, таким образом. Конечно, все не было истреблено, Бог заповедал, что сделать Ною, как сделать, как избежать, научился. И этот человек, который ходил перед Богом, он повиновался, он послушался и пошел этим путем. И после, когда мы знаем, что когда он вышел из ковчега, он принес жертвоприношение, и Господу приятно было то. И Господь обонял это. Но далее, если мы читаем в Слове Божьем, во Второзаконии, 32 глава, 43 стих, нет, я выше возьму, где Бог говорит о суде. Это уже через Моисея. Проходит время, проходит от Ноя, проходит еще множество времени. Люди точно так же снова поворачиваются, выдало поклонство. Хотя стоит радуга, люди видят, Бог помнит о своем завете, он не нарушает, он остается верный, как он определил и сказал, что не будет больше потопа на этой земле. Но мы видим, что люди все равно начинают строить башню, начинают делать идолопоклонство, начинают делать рабство, порабощать других людей, унижать, как бы стать множеством, беззаконие снова начинают наполнять эту землю. И когда Бог выходит, выводит свой народ из земли египетской, отделяет их от всех народов, чтобы они были его... И далее он через Моисей говорит, это 32 глава. Я буду читать с 39 стиха. «Видите ныне, видите, что это я, я и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою, клянусь десницей моей и говорю, живу я вовек, когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя произведет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных головами начальников врага. Веселитесь с небеса вместе с ним и поклонитесь ему все ангелы Божии, веселитесь язычники с народом его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и ненавидящим его воздаст, и очистит Господь землю свою и народ свой. Мы видим, что Бог снова предупреждает о суде. Вот точно так же, как когда-то Бог говорил, что предупредил Ноя, что конец всякой плоти перешел пред лицо мое. Может быть, между первыми, когда Бог сказал ему построить ковчег, годы прошли. Не то, что там это было сразу, один раз он получил, все ясно понял. Но здесь точно так же Бог начинает говорить, что все, что происходит на этой земле, те люди, которые восстают против Бога, против святых, то, что происходит на этой земле, оно опять будет иметь какое-то окончание, опять будет какой-то конец или что-то должно произойти. И далее, пророк Исаия, он очень много об этом писал или говорил, а уже написано, что сыны пророческие, они собрали эти его пророчества, и оно так же дошло до нас. И я хочу прочитать буквально не все места, о которых говорит Исаия, потому что он очень много говорит о суде, о последнем времени, но некоторые из них, которые сегодня более ближе подходят к нашей теме, это я читаю Исаия 13 главу, и я буду читать с 5 стиха, где Бог как бы говорит или как бы открывает наперед, что Господь Саваоф обозревает боевое войско, идут от отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева его, чтобы сокрушить всю землю, рыдайте, ибо день Господа близок, ибо как разрушительная сила от всемогущего, от того руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло, ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучаются, как рождающие, и изумлением смотрят друг на друга, и лица у них разгорелись. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей, сделаю то, что люди будут дороже чистого золота и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо и землю, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». Вот такое определение Бог говорит сегодня. Не знаю, кто, как, с каким сердцем. Многие люди, здесь написано, что они об этом не думали, абсолютно не думали до самого последнего момента, когда начало все это сбываться. Поэтому написано, что лица у них разгорели, с изумлением смотрят друг на друга, дрожат, или, как бы сказать, то есть полное, как бы сказать, незнание, что делать. Люди не готовы. И здесь написано, что Бог, Он накажет этот мир за зло. Мы уже слышали в предыдущие субботы о Суде Божьем, то, что произойдет. И мы видим, что действительно снова будет большое истребление людей, беззаконных, на этой земле. И мы должны, ну, как бы сказать, рассуждать. Я знаю, что множество людей, или, как бы, пророчеств, они постоянно ходят, распространяются, что, ну, нужно ехать, там, на север, или нужно ехать, там, в Африку, или нужно ехать, там, в Мексику, или еще куда-то нужно ехать, чтобы спастись от будущего гнева, или бедствия, или вот что бедствие ожидает Америку, или, там, или какую-то еще другую страну. Здесь мы видим, что Бог потрясет небо и землю, и земля сдвинется со своего основания. Это очень серьезно, как бы сказать, то, что должно произойти. Может, мы даже сегодня не до конца понимаем, что произойдет на этой земле. Также пророк Исаия в 24 главе тоже говорит, что «Вот Господь опустошает землю» с первого стиха «И делает ее бесплотной, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, и что со слугой, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой его, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие, сетует уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникла возвышающаяся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание живущей на ней, зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Интересно, как бы сказать, предупреждение, что вот это проклятие или вот это определение, которое поедает за беззаконие людей, что люди не боялись, не имели страха, делали, жили, и оно уже совершается. Суд Божий, он всегда совершается. Может быть, кому-то в малой мере или в большей мере, но на каждом уровне, то есть над каждым даже царством, государством, Бог совершает суд. Мы видим это, что, например, когда какой бы ни был сильный, великий Вавилон, но когда этот человек дерзнул пойти против Бога, Валтасар, это был внук Навуходоносора, то когда он это сделал, помните, рука вышла и сказала, «Твое царство взвешено, ты найден очень легким, пришел конец царству твоему». И написано, в ту же ночь его царство перешло к ассирийцам, медаперсии, к Дарию, то вот, как бы сказать, есть, когда Бог определяет, ставит точку к какой-то стране, когда Бог ставит точку к какому-то народу или какой-то земле, ихнему господству, владычеству. И Сирахов также приводит такое место в 10 главе, по-моему, что владычество на земле переходит от народу к народу по причине гордости и притеснения, что Бог ненавидит многие вещи, но люди делают. И мы видим, что то, что происходит на земле, вот это увеличение зла, ему тоже есть определение, есть точка, есть конец, который придет на этой земле, что мало кто останется, мало кто переживет. И, ну, опять же, пророк Исаия, он не говорит, что вот только ужас, ужас, вот это в 24 главе, что там написано, ужас, петля и яма для тебя, житель земли. То есть, то, куда люди идут или то, к чему стремятся, это ужасно. Но, опять же, этот же самый пророк Исаия в 32 главе, он также говорит, что будет нечто новое, когда он говорит, что, когда это произойдет, будет новый царь, на этой земле воцарится правда. И вот он, 32 глава с 1 стиха. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра, и покров от непогоды, как источник вод в степи, как тень от высокой скалы, в земле жаждущей, и очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно, невежда уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный, ибо невежда говорит глупое, и в сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. То мы видим, что первое, как бы сказать, что есть какая-то, то есть дается первый намек или первая надежда, что что-то произойдет на этой земле, какой-то порядок, какое-то восстановление, что сам социальный уровень, отношения между людьми, многое что изменится, что несправедливость в суде или между людьми, как бы социальная несправедливость и все такое, оно не будет, оно не станет, то есть придет какое-то введение от Господа. Я не буду читать 35 главу, но прочитаю 65 главу, где также Бог говорит, что Он производит это все новое, это 65 глава, я читаю 17 стиха. «Ибо вот Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будет воспоминаемы и не придут на сердце. И вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю, ибо вот Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться Иерусалим и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля, там не будет более малолетнего и старца, который не достиг бы полноты дней своих, ибо малолетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет прежде, нежели они возовут, я отвечу. Они еще будут говорить, я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и для змеи прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Также в 11 главе пророк Исаия, он также описывает это царство, когда оно произойдет на этой земле, что действительно волк и лев будут пастись вместе, что не будет зла, земля будет напоена ведением. Ну как это произойдет? И здесь вот этот 17 стих, что я творю новое небо и новую землю. Конечно, мы можем по-разному представлять, допустим, сегодня многие ученые, даже американские, НАСА, хотя НАСА по-еврейски очень плохо звучит, ну как бы сказать, или значение у него очень плохое, но, допустим, вот эти, то, что они делают, исследуют, они постоянно ищут какую-то планету, которая была подобна земле. Вот где-то вот там новое небо, новая земля, или вот там новое небо, новая земля. То есть они постоянно ее отыскивают. Но пока мы видим, что Бог говорит об этой земле, которая станет новой, она снова обновится, она снова изменится. И вот 66 глава пророка Исаии, это самый конец книги пророка Исаии, с 22 стиха, говорит такие слова, «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить всякая плоть перед лицом мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Такое определение делает Господь, что да, будет это новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед Божьим лицом. Все изменится. Представьте, если тут уже написано, что «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Вот представьте себе, сегодня человека хоронят. Человек умер, прожил, его хоронят, помнят о нем, что был такой человек, памятники ставят, еще что-то делают, чтобы как-то увековечить, чтобы запомнить. Но здесь написано, что вот точно так, как будет стоять это небо, земля, вот точно так имена сынов человеческих, они не будут истреблены, они останутся, люди будут жить. Смерти, то есть мы уже видим первое упоминание о том, что смерти не будет, ее не будет здесь. Но что же говорит нам, допустим, Новый Завет, или что, допустим, говорил Иисус о новом небе или новой земле? Вообще, как бы, мы не встречаем, как бы, такую фразу, вот новое небо или новая земля, как сколько мы, допустим, встречаем это у пророка Исаии. Но тем не менее, мы встречаем места, которые так же само говорят о том же самом. Это Евангелие Матфея, 19 глава, 28 стих. 27 стих я прочитаю. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах, суди двенадцать колен Израилевых, и всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Вот это слово интересное, да, «покибытие». Такое старое, старое славянское слово. Оно буквально означает возрождение или обновление. То же самое, что как бы говорил пророк Исаия, что произойдет обязательно обновление этой земли. И Иисус говорил об этом, Он говорил об этом в новом царстве, небесном царстве, Божьем царстве, что обязательно на этой земле произойдет обновление, и земля или устройство на ней будет немножко отличаться от того устройства, которое мы имеем сегодня. также в одной из притч Иисус, когда рассказывал, Он предупреждал, и когда Он говорит, ну так, у Него спросили такой вопрос, «Господи, а сколько же спасающихся?» Это Евангелие Луки, 13 глава, 23 стих. «Некто сказал Ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать дверь и говорить, Господи, Господи, отвори нам!» Но Он скажет им в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты!» Но Он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от Меня, все делатели неправды!» Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака и Якова и всех пророков в Царстве Божием о себя изгоняемыми вон, и придут от Востока и Запада и Севера и Юга и возлягут в Царстве Божием, и вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Опять же, есть как бы строгое предупреждение, что не то, что вы слышали о вести Христа, или то, что вы ели с Ним, или пили с Ним, или, как бы, знаете, там говорят, «О, я знаю того человека, я вместе с ним учился, или там в Одноклассниках был», когда кто-то там станет президентом или каким-то большим человеком, у них берут интервью или все остальное. Это не будет иметь никакого значения, потому что здесь будет одно иметь значение, что отойдите от Меня, делатели неправды. И точно так же, как у пророка Исаии написано, что есть не просто, что это произойдет над всеми людьми, вот все 100% людей исчезнут. Нет, точно так же будет разделение, что не будет одинаково ко всем, что есть определенные вещи, которые Бог ненавидит, и как здесь написано, неправды. Буквально слово «правда», и это означает «праведность», ну, как бы, очень часто. И здесь, как бы, неправедность, люди, которые отступили от Бога, люди, которые не пошли тем путем или по тому пути, который Он говорил или учил их. И вот, так же в «Деянии апостолов», как бы, апостолы очень много говорили об этом. Сама проповедь апостола Петра, он говорит такие слова, это я прочитаю 3 глава, 18 стих, где апостол Петр говорит, что Бог предвозвестил, «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам и Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. «И Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев вашим пророкам». Мы видим, что Бог это предвозвестил устами всех своих пророков, что вот это слово, которое как бы мы, что вот эти времена отрады, что они наступят, как бы совершение, как здесь написано, что по совершении, «И да пошлет Он вам Иисуса Христа, Которое небо должно принять до времен совершения всего». Вот это буквально слово, или греческое слово «совершение» в данном случае, оно буквально означает восстановление. То есть само значение его, литературное или буквально слово, когда придет восстановление. То есть то, что мы видели в самом начале, когда Адам, Ева, когда человек согрешил, когда смерть, болезнь, боль, вошли в эту землю, что придет что-то изменится, произойдет что-то обратное, произойдет совершение, произойдет восстановление, произойдет обновление, которое обязательно совершится. И поэтому, чтобы это стало временем отрады, апостол Петр, обращаясь к людям, которые знали Священное Писание, знали пророков, говорит, «Да придут для вас времена отрады, покайтесь, обратитесь к Богу». Что есть вот это время, есть вот эта возможность сегодня обратиться к Богу, чтобы он устроил. Этот же апостол Петр в своих посланиях, он также говорит во втором послании, точно такое же предупреждение он посылает по всем церквям. Я читаю это второе послание Петра, третья глава, с третьего стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Как бы, знаете, люди думают, что вот придет новое небо и новая земля, это в смысле абсолютно новое, что-то новое. Ну, как бы, новое в полном смысле. Но здесь апостол Петр приводит такой пример, что вот тот мир, та небо и та земля, которые были до потопа, они были истреблены потопом. Там тоже было небо, там тоже была земля, но, как бы, в принципе, по сути, это та же самая земля, но произошло ее видоизменение, произошло ее обновление, очищение. И здесь же он говорит, пример, что вот точно так же, как Божьим Словом, это небо и эта земля сберегаются огню на день суда, точно так же произойдет снова изменение или обновление этого неба и этой земли. Что-то здесь произойдет. И в этом же послании или в этой же самой главе, буквально, апостол Петр говорит дальше такие стихи. «Придет же день Господень», это 10 стих, «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестий вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Итак, возлюбленные, ожидая сего, постарайтесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире и долготерпений Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Самое лучшее место на этой земле это не север, это не юг, это не Австралия или Новая Зеландия, куда нужно переезжать или переезжать. Здесь апостол Петр, он говорит, что постарайтесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире. Храните себя, не важно, где вы живете, потому что есть написано, когда придет Сын Человеческий, Он придет собирать с возлюбленных своих откуда-то, от четырех концов земли. Не важно, где вы живете, но очень важно, как говорит, что как вы явитесь перед Ним, неоскверненными и непорочными. Вот это состояние, то есть избегать всякой скверны этого мира, всякого вида мерзости и нечистоты, чтобы не жить порочной жизнью, не поступать по многим вещам, это самое лучшее, потому что для нас это обетование нового неба и новой земли, то есть те, которые наследуют, как Иисус и говорил в Нагорной проповеди. Послание евреям говорится не просто о новом небе или новой земле, то есть за Авраама так написано, что я прочитаю, это 11 глава, послание к евреям, 8 стих, 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Вот здесь как бы начинается новый этап, что мы знаем, что основание вообще, ну здесь, как бы сказать, когда дома строят, там залили маленький пояс, или как бы сказать, и все, и фрейм подняли. В Германии, может, строят, там плату заливают, там полностью как бы делают полный камень, основание заливают толстый бетон, и потом уже строят дальше, чтобы в случае землетрясения ничего не было. И здесь написано, что Авраам ждет город, город, который имеет основание. Сегодня, я не знаю, есть ли такие города, которые имели хоть какое-либо основание. И мы можем многое дальше рассуждать, но мысль, что есть нечто большее, чего стоит ждать. Даже не важны ваши условия жизни, потому что здесь написано, он жил в шатрах, хотя, может быть, он имел достаток или имел какое-то изобилие, но он не в этом видел свой смысл. Цель и устремление его жизни, его путь, его хождение, его непорочность, его желание угодить Бога было совсем в другом, получить наследство большее, чем он мог бы приобрести за всю свою жизнь, даже если бы он прожил 900 лет. Хотя он прожил, ну, 137, не помню сколько, 175, по-моему, да, лет около того, я не помню точно, хотя Авраам прожил, ну, больше, чем многие сегодня из нас проживают, то мы знаем, что Бог, вот это определение, что он стремился не к этому. И Бог заключил с ним завет и с его потомками. И Бог ему сказал, что я дам эту землю тебе и твоим потомкам. И хотя мы на сегодняшний день знаем, что Авраам похоронен, погребен и находится, но мы знаем, что Бог обещал ему дать это, значит, он воскреснет. Потому что сначала получит Авраам это наследство, а потом и его потомки получат и войдут в этот завет. То есть снова как бы упоминается вот это, то, что должно прийти, то, что должно измениться, что должно наступить новая земля. Очень много именно в Новом Завете об этом новом небе или в самом описании это говорит, было то откровение, которое видел Иоанн. И оно записано в книге, так и под названием «Откровение». И мы можем прочитать эти главы или эти места Писания, как здесь написано, это «Откровение» 21 и 22 глава. Я прочитаю, может быть, не все или частично выборочно. Есть так написано, 21 глава с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «От скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, «Вот творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны». Это то, к чему стремится сегодня каждый человек. И оно придет, вот это новое небо и новая земля, когда написано, что Бог отрет всякую слезу, сочей смерти не будет, плача, вопля, болезни не будет. Все прежнее прошло, земля искуплена. Хотя, когда мы говорим об искуплении или о жертве Иисуса Христа, мы знаем, что мы уже искуплены через Иисуса Христа, наш дух искуплен, мы ничего не могли к этому сделать. То искупление совершилось на Голгофе, когда Иисус совершил, его кровью совершилась вот эта жертва, и власть дьявола через его воскресение была разрушена на этой земле. Сегодня дух наш искуплен. Спасение или искупление нашей души, оно совершается сегодня, потому что он же является нашим первосвященником, который ходатайствует сегодня за нас. И когда мы раскаиваемся в наших согрешениях, каждый оплаканный грех, когда мы приходим к нему, он есть первосвященник, он есть в нас ходатай, который ходатайствует за искупление души нашей, чтобы мы не наследовали ни проблемы, ни болезни, ни проклятия, ни много беды, которая происходит на этой земле. Мы знаем, что произойдет искупление тела нашего, как Павел говорит в Римлянам 8 главе, «Ибо вся тварь», написано, «совокупно стинается и мучится родами до ныне, доколе произойдет искупление и избавление тела нашего». Что мы снова воскреснем, потому что перед тем, когда произойдет это обновление, что написано, что придет Господь, и Он не просто придет, и святые с Ним, вот это встреча, или на облаках, что встретение Господу, или как бы сказать, что они соберутся, вот это люди воскреснут, и они придут вместе с Ним в одном войске, как говорил пророк Исаия, обозревая войско свое, что вот это произойдет, и вот эти праведные придут на эту землю, судить этот мир, судить эту вселенную, что когда оно произойдет, что произойдет вот это воскресение, это будет искупление нашего тела, что вот этих болезней, вот этих, когда наступит это новое небо и новая земля, не будет нужды, ну как бы не будет просто болезни. Представьте, пройдет все новое. И вот далее, в этой же книге Откровения описывается, что произойдет не просто искупление человека, духа, души, или тела человека, что все постепенно идет, изменяется к лучшему, но произойдет искупление самой земли, что земля будет омыта, очищена полностью от грешников, от, как вот эта чаша, как бы сказать, я говорю, которая когда-то наполняла мерзость, грехи и беззаконие, людей, которые жили на ней, она будет вымыта. И все, которые были повержены, те, которые были, они будут убраны с этой земли. Я читаю дальше из этой главы, просто прочитать, я думаю, что здесь можно даже не комментировать многие вещи, они просто сами объясняют все. Дальше, 21 главу, 9 стиха. «И пришел ко мне один из семи ангелов, в которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Аганца». Это пророчество, которое описывает сам этот город, город, который будет сходить с неба, город, которого художник и строитель Бог, город, который ожидал Авраам. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню ясписов, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, и с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов. Аганца, говоривший, «Со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта, и измерил он город ростью на двенадцать тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил он в сто сорок четыре локтя, меру человеческую, как Амера и Ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, основания первой яспи, второе сапфир, третье халкидон, четвертое сморакт, пятое сардоникс, шестое сардолик, седьмое хризалит, восьмое верил, девятое татпас, десятое хризапрас, одиннадцатое геоцин, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот, двенадцать жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Сидержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный, мерзости и лжи, а только те, которые написаны в книге у агнца, в книге жизни. То есть вот это описание того города, который ожидает. И также 22 глава этой же книги, буквально несколько стихов, просто прочитаю, что «И показал мне чистую реку у воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и агнца. Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их и будут царствовать во веки веков». Вот это состояние, то, к чему многие сегодня люди стремятся. И если бы мы могли оценить, насколько маленькое усилие нужно сегодня человеку, чтобы прийти и получить такое великое наследство. Когда-то Христос сравнил веру человека, что Он говорит, если бы вера ваша была как горчичное сверло, сегодня горчица, зерно, да, что сегодня, если, ну, как бы сказать, вещи, которые, да, как бы сказать, которые, может быть, не настолько дорогие, которые свободны, доступны каждому человеку, даже самый бедный имеет возможность купить или приобрести это, да, как бы сказать, Иисус как бы сравнивает, что даже если вера ваша настолько маленькая, что настолько она маленькая, что Он может ее сделать большой, великой, как бы сказать, что она возрастает, и когда придет это время, время исполнения всего этого, я думаю, что написано так, что лица их не постыдятся, потому что они воспрянут, написано, что они поднимут головы и скажут, вот Господь упование наше, гряди, Господи, Иисусе. Поэтому и мы давайте, как Церковь Божия, преклоним колени, будем осторожны во всем, что мы делаем, будем хранить себя от этого мира, будем избегать, ожидая вот этого города, где является художником и строителем наш Бог. Помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова